Всем здравствуйте! У нас конец июня, и сегодня мне хочется продемонстрировать, как в этом сезоне чувствует себя тысячелистник, о котором речь шла в предыдущем сезоне. Мы снимали полное видео от момента посева до цветения. И благополучно перезимовав, тысячелистник в этом сезоне радует нас своим цветением с середины июня. Уже две недели продолжает цветение, но понятно, что с каждым днем все больше и больше соцветий распускается. И вот так неплохо, на мой взгляд, он выглядит. Хотя, если мы обратимся к предыдущему видео, и я демонстрировала свои растения на всех этапах их развития, то в предыдущем сезоне могу смело утверждать, что выглядел он гораздо скромнее. И дело даже не в количестве соцветий. Понятно, что с каждым годом, поскольку это многолетнее растение, он наращивает все больше и больше их количества, я в первую очередь имею в виду высоту растений. Даже обратилась вот сегодня к пакетику семян, где описание данного растения, данной смеси. Так вот, там заявленная высота около 65 сантиметров. Но, на мой взгляд, растения выросли гораздо выше. И думаю, что здесь немножечко повлияла и конкуренция с монардой. Хотя, в принципе, солнце они получают в равных объемах. Возможно, все-таки по питанию определенные есть уже споры. Но выглядит все равно очень эффектно. И я думаю, что рассчитывала, что тысячелистник здесь как минимум 3 года, а даже больше, до 5 лет он может расти на одном месте. Но думаю, что здесь действительно тесновато. И уже осенью хочу часть растений высадить. Возможно, перемещу на соседнюю грядочку к лилиям. Думаю, что вот замечательно как раз и данный сорт тысячелистника с такой интересной пастельной окраской будет замечательно сочетаться с лилиями, с гибридами. И в то же время прикрывать их стволы. И как мы знаем, что после, когда лилии у нас отцветают, мы вынуждены будем срезать. И вот как раз остаются такие не очень приглядные стволы. Хотя они зеленые. В принципе, до конца лета и даже осени стоят. И, к сожалению, горенькие уже не так это все будет смотреться и будет декоративно. Так вот, если чилистник цветет до первых морозов, это проверено, даже у нас в средней полосе, я думаю, что замечательно он прикроет уже немного неприглядную картину с лилиями. И даже вот с монарды он великолепно здесь смотрится. Монарда у меня также высажена была в прошлом году. И сейчас она выросла уже тоже, как вы видите, высотой метр с лишним. Готовится к цветению. Появляются вот бутоны. Уже буквально в скором времени я жду распускания красных соцветий. Это классическая монарда. Красная, привычная, та, которая росла и, может быть, у кого-то растет на участках. У наших бабушек очень была распространена, поскольку именно данный сорт часто использовали при приготовлении чая. Но в целом, опять же, вернусь к тысячелестнику. В целом, говорить об уходе я долго не буду, но скажу, что вот такая замечательная палитра. Оттенков очень много, но уход весьма и весьма прост. Как вы понимаете, на второй год уже никакие сорняки не беспокоят, никакого рыхления, прополок. Единственное, если стоит жаркая, сухая погода, мы все же не забываем про поливы, но увлекаться не стоит. То есть, действительно, если стоит, может быть, неделю-две жары, полить растение нужно обязательно. Весной, вернусь к тому, что весной, как только растения тронулись в рост, была подкормка комплексным минеральным удобрением и все. Но вот сейчас, думаю, такое вот замечательное обилие цветов, разных оттенков, думаю, что растение нужно поддержать. И еще раз произведу подкормку комплексным жидким минеральным удобрением. Прежде обязательно нужно растение полить. И все. И больше мы ни о чем с вами не беспокоимся. Можно собирать замечательные букеты, поскольку тысячелестник великолепно идет на срезку. И, конечно же, любоваться такой красотой на участке. И хочу еще сказать, что не смогла в этом сезоне удержаться и приобрела еще два сорта тысячелестника. Сорта рубиновая королева или вишневая королева. У разных производителей немного по-разному отличается, но цвет именно рубиново-красный, такой вишневый. Хочется более насыщенных оттенков. И тысячелестник птармика. Это белые такие шапочки. По крайней мере, надеюсь, что именно такое и будет. И если посмотреть сейчас на грядки, то как раз тысячелестник птармика готовится к цветению, уже набирает бутоны. И надеюсь, что в ближайшем скором времени увижу его цветение. А рассада тысячелестника этого года еще весьма скромно выглядит. Это такие аккуратные куртинки, только-только набирающие объем. Одно буквально растение с пяти выпустило уже боковые такие побеги. И я надеюсь, что в принципе так же будет свести в этом году. По крайней мере, увижу, соответствует ли описание, заявленное на этикетке, тому, что у меня вырастет. Ну, наверное, все, что хотелось сегодня сказать и рассказать. И если кто-то еще не пробовал выращивать тысячелестник у себя на участке, рекомендую. Рекомендую, поскольку весьма нетребовательное растение, замечательно растущее как на открытых солнечных участках, так и замечательно может чувствовать себя и в полутени, не требующего какого-то большого ухода. Но, тем не менее, вот так замечательно будет смотреться и украшать наш сад. А на этом сегодня все. Желаю вам красивых цветов и до скорых встреч. Продолжение следует...